Рассказываем про наши отношения к язычеству. Так как мы христиане, то в других религиях для нас нет ничего сакрального, просто культура и философия. Лично мы ничего не имеем против язычников и неоязычников, если те своей религиозностью не мешают жить другим людям. У язычества есть вполне объективные недостатки по сравнению с христианством. Во-первых, язычество это естественная религия, состоящая из примет и суеверий. И, следовательно, глупость того, во что люди могут верить, практически ничем не ограничена. А в христианстве есть богословия, которые можно и нужно изучать, чтобы не позволять собой манипулировать использованием религии. Язычество и христианство гармонично сосуществуют. В христианстве не только полно обрядов, которые имеют языческое происхождение, но и полно классического язычества. Вроде собирание цветочков и землицы с могилы праведника, например, Матроны Московской. Все конфликты между христианами и язычниками не из-за веры, а из-за власти или из-за материальных благ. Жадность и другие амбиции языческих жрецов ничем не ограничены. Захотели жрецы принести в жертву последнюю скотину, значит принесут. Захотели жрецы принести в жертву детишек, значит принесут в жертву детишек. В христианстве иерархия. Над каждым попом есть архиерей, причем архиерей не подчиняется князю. Все жертвоприношения это и в христии есть хлеба и вина, и дань на содержание церкви, типа налог, местный бюджет. Но самое плохое в язычестве это то, что оно провоцирует конфликты на почве того, что человек со стороны куда-то не туда зашел, что-то не так сделал, и сверхъестественные силы гневаются на жителей тех мест. И эти жители сразу хватаются за дубины и идут бить того, кто сквернил языческую святыню. А сквернить святыню это не идол свалить, а рыбачить в священной реке или охотиться в священном лесу. Без разрешения и не захватить дань и жрецам. Вот-вот. Да, собственно инквизиция была создана не для того, чтобы ловить ведьму, которая тихонечко колдует, а чтобы бороться с мафией, которая собирает дань с людей за пользование общими природными ресурсами. И на ранних этапах инквизиция была исключительно полезной штукой, потому что проводила следствие по самым передовым средневековым технологиям и предотвращала еще большее зло – самосуд или групповая драка деревня на деревню.